Давайте про благоустройство. Сквер Ладынина и большое разочарование, это действительно так, и разочарование с самого начала, тогда, когда территорию превратили в футбольное поле, как стали называть ее жители. Вот все-таки, вы знаете ответ на вопрос, почему так? Почему благие начинания вот так печально, ну пока еще не заканчивают, но судьба у них вот не совсем такая благоприятная и радужная? Как всегда, причин несколько, мне кажется. На старте этот проект не стал предметом полноценного, настоящего городского обсуждения, когда бы все горожане понимали, что собираются делать со сквером, какая трансформация произойдет. И одно дело сказать, что в городе появится обновленный сквер Ладыниной, и само по себе это заявление, вот если мы вспомним старый сквер, оно создает ощущение хороших, добрых перемен. Ну потому что он зеленый, там во второй вопрос какие-то поля там на самом деле были, но тем не менее, он зеленый, он привычный, да, то есть он со своей атмосферой сквер. Ну я помню это настроение, которое я испытывал там в предыдущем фестивале кинофорума Ладыниной, да, вот находясь в этом сквере, там с приезжими звездами, гостями, он атмосферный был. И когда появляется информация, что он будет новым, посвежевшим, похорошевшим, да, я думаю, большинство людей его рисуют вот именно таким же зеленым, как минимум, да. А когда это превращается, вот как вы выразились, в футбольное поле, ну прямо точно как бы вот на этом диссонансе ожиданий и реальности врождается гнев и возмущение. Поэтому, если уж такой проект все-таки запланировали, с развитием, с озеленением новым, с этими там системой дорожек, этими арт-объектами и горками и всем остальным прочим, то, наверное, нужно было на старте всем его показать и максимально подробно это обсудить. Вот чтобы вот из каждого утюга бы горожане, для которых это не пустое место, могли ознакомиться с этим проектом, высказать к нему отношения. И уже тогда на старте было бы понятно, что ну не проходит такой проект, наверное, не нужно начинать благое начинание, которое превратится в разочарование. Вот это вот, это отсутствие полноценного обсуждения, гласного обсуждения, это корень очень многих проблем. Оно не было проведено. Город не согласился с этим проектом, точнее, скорее всего, даже не знал его по большому счету. Можно обвинить людей в том, что они не интересуются, не заходили на какие-то сайты, не читали какие-то газеты. Но это как раз и есть элемент местного управления, когда мы здесь вместе сами о чем-то договариваемся, о том, как мы это сделаем, кто за это отвечает, горожане могут соглашаться, не соглашаться и так далее. Но это вот одна часть проблемы, что на старте не было четкого понимания, что в итоге должно получиться. Не объяснили, не достучались. А вторая часть проблемы, это как и с дорогами, это наш пресловутый 44-й федеральный закон, конкурсные процедуры и те подрядчики, которые заходят на объекты. Кто заходит на объекты? Тот, кто предложил наименьшую стоимость. А наименьшую стоимость часто предлагают совсем недобросовестные товарищи, которые, собственно, не пекутся о том, чтобы за меньшие деньги сделать очень хорошо и качественно, а просто хотят выиграть подряды, что-то как-то тяп-ляп сделать, забрать деньги и исчезнуть, раствориться в тумане. К сожалению, вот нечто подобное мы наблюдаем и здесь, и с Арбузова, которую строили все лето, там делали-делали, то ли доделали, то ли не доделали. Вот. И так же с этим сквером, потому что, ну, когда фестиваль открывается в сквере Ладыниной, а сквер на заднем фоне еще с кучами неразбросанной земли, да, ну, что-то, мне кажется, здесь вот не так с подрядчиком и с организованной работой. Здесь объективно есть причина, почему заходят такие подрядчики, но даже если заходят такие подрядчики, их нужно дожимать. Ну, то есть, просто нужно не слезать с них, заставлять работать, ну, а если уж там припекает такое событие, да, как фестиваль, это визитная карточка города, ну, никто не отменял субботников, никто не отменял нашей мобилизации, мы все это умеем и знаем, как это делать. Вся администрация взяла лопаты и пошла раскидывать кучу земли, ну, потому что это ваше, это ваше событие, это наше событие, то есть, ну, как так это возможно? Ну, значит, работайте сами вместе с подрядчиком, ночами, там, днями, еще как. Ну, мы проходили такие мобилизационные вещи, ну, универсиаду край пережил и дожал универсиаду так, что она стала лучше. Лучше вообще в истории универсиад, она была признана после своего проведения. Да, со своими сложностями, со своими какими-то нелепыми анекдотическими ситуациями, все это, безусловно, было, там, можем отдельно это повспоминать, но в итоге-то сделали, отжались, и министры-то не спали ночами, те, кто отвечал за универсиаду, там, и за дороги, и за питание такого количества людей, чтобы, не дай бог, там ничего не случилось, все было четко организовано, это было очень сложно. Там, подкорытов, шорохов, они же, как бы, там просто, вот, не знаю, сколько там потеряли наши министры килограммов и нервных клеток за все это прочее, но они отвечали в этом штабе, там, и губернатор лично в это включался так, что потом мало никому не показывалось. Ну, и у нас, тем более, в городе Назарова была так называемая, ну, если позволите, разминка, да, это аллея памяти, мемориал. Там ведь тоже у нас все сложилось не очень благополучно, и до сих пор работы в рамках гарантийных обязательств, они не исполнены. Как переломить эту ситуацию? Какой рецепт можете дать? Кто должен все-таки возмутиться в первую очередь? Жители, власти поучаствовать, может быть, выйти на более какой-то высокий уровень, какие-то предложения внести по 44-му федеральному закону? Безусловно, 44-й закон, федеральный закон, но он требует изменений, это объективно, это проблема не только Красноярского края, не только Назарова, это всеобщая проблема. И, конечно, мне кажется, это одна из тех задач, которую должен следующий парламент решать, потому что у законодательного собрания есть право законодательной инициативы, с ней можно выйти на федеральный уровень, изменять федеральный закон. И с учетом того, что Красноярский край это не единственный субъект федерации с такой проблемой, в такой ситуации, то здесь должны быть согласованные действия всех субъектов Российской Федерации, есть и совет законодателей, и разные другие инструменты. Здесь, безусловно, нужно работать, формулировать эти вещи, эти изменения, которые позволят, точнее не позволят вот этим однодневкам и непонятным подрядчикам без гарантии качества заходить и выигрывать, потому что, я думаю, в глобальной перспективе, конечно, силами, ну, если усреднять, да, вот местных чиновников ситуацию не изменить. Там, где глава, там, где администрация сильная, да, там зачастую как бы дожимают, да, там, где, может быть, там больше стоят, ну, знаете, на формальных позициях, там, по договору, по соглашению, там, по срокам, да, ну, вот как бы все по букве, оно зачастую приводит к тому, что, ну, формально все правильно, а в реальности совсем не то, что ожидали. Поэтому 44 закон нужно выходить с этим, инициативой нужно менять, а глобально, конечно, вопрос ваш-то на самом деле не только про скверы, не только про благоустройство, он же в целом, вот, ну, подрядчикам можно дожать, мы знаем эти примеры, когда это получается, но это требует работы не по инструкции. Продолжение следует...